Здравствуйте! Это новости на канале ННТ, в студии Факира Рамазанова. И в начале короткий анонс того, о чем будет речь сегодня в эфире. Объем инвестиций – 1,5 млрд. рублей. На севере республики заработала крупнейшая в регионе солнечная электростанция. Третьей смены не будет. О необходимости преобразований в дагестанских школах заявила Валентина Матвиенко. И абрикосов бывает много, когда с реализацией проблема. С какой именно столкнулись фермеры Унцукульского района, расскажут наши корреспонденты. Такой же, как в Медине. На крыше мечети духовного центра в Махачкале установили зеленый купол. В Южно-Сухокумске открыли крупнейшую в Дагестане солнечную электростанцию. Объем инвестиций в проект составил 1,5 млрд. рублей. Электростанция состоит из 40 тысяч солнечных модулей площадью более 30 гектаров. Мощность станции составляет 15 мкВт. Это первый в регионе крупный объект солнечной генерации. Подключением занималась компания Россети Северный Кавказ. Сегодня у нас на территории города Южно-Сухокумск огромный праздник. Это праздник для всех жителей города. Потому что Сухокумск, некогда нефтяной город, развивался вокруг этой нефти. На сегодняшний день из-за уменьшения объема добычи нефти в Южно-Сухокумске очень много людей остаются безработными. У нас задача была, приоритетная задача, развивать город, найти направление развития этого города. Но мы нашли развитие именно энергетики. Я помню 2018 год, когда на территорию республики вошла компания «Хэллоу». В правительстве Артема Сдунова, я помню, шли жаркие дебаты, кому достанется один из проектов, части проекта. Артур Алибеков, большое спасибо за поддержку наших инициатив, поскольку вы видели земля вокруг выжженная, солнце, очень жаркое, тактически ничего не растет. Но наше направление, как я считаю, это развитие возобновляемых источников энергии. Ожидается, что объем выработки электроэнергии составит 20 миллионов киловатт в год. Это позволит обеспечить ежегодное снижение выбросов углекислого газа на 7 тысяч тонн. Трехсменное обучение в дагестанских школах необходимо ликвидировать. Важность данной задачи подчеркнула Валентина Матвиенко в общении с представителями республиканских СМИ. Спикер Верхней Палаты парламента, которая побывала в Дагестане с двухдневным рабочим визитом, выразила надежду, что до конца 2024 года региональные власти решат эту проблему. Сегодня не хватает детских садов. Сегодня еще некоторые школы работают в три смены. Достаточно много школ работают в две смены. Президент поставил четкую задачу в рамках национального проекта образования ликвидировать полностью третьи смены, уменьшить вторые смены. И Сергей Олегович планирует до 2024 года ликвидировать третьи смены. И есть понимание, как двигаться дальше. Скоро будет ровно. Начался ремонт автомобильной дороги Буйнакс-Терминлик. Маршрут ведет к туристическим объектам, к детскому лагерю, а также связывает населенные пункты района с городом. В рамках ремонта специалисты завершили земельные работы, усилили основание дорожного полотна и заменили искусственные сооружения и водопропускные трубы. На сегодняшний день на объекте проходят работы по укладке асфальта. Ежедневно на месте задействовано более 10 единиц спецтехники. Ремонт идет в рамках госпрограммы Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики. Сдача в эксплуатацию участка запланирована на август текущего года. Работы по ремонту дорог продолжаются и в Махачкале. В этот раз власти города откликнулись на обращение жителей микрорайона М2. В частности, на улице Уродинского уже приступили к укладке асфальтобетонного покрытия и подготовили основания для обустройства тротуаров. Параллельно с этим ведутся работы по улице Насрудинова, где также строится дорога и сквер для отдыха горожан. Мероприятия проходят в рамках комплексного благоустройства городских территорий. Закончить строительство планируется уже осенью. Напомним, в этом году в столице республики будет завершена реконструкция 23 дворовых территорий и 7 общественных пространств. К другим темам. Депутат городского собрания Махачкалы Джамал Кудаев провел прием граждан по личным вопросам на площадке региональной общественной приемной Дмитрия Медведева. Он рассмотрел обращения и выслушал проблемы горожан. В основном вопросы касались лекарственного обеспечения. На связи с Министерством здравоохранения, с начальником отдела лекарственного обеспечения будем добиваться скорейшего решения вашего вопроса, будем держать на контроле. Один из обратившихся – житель поселка Новый Хушет, который вот уже несколько лет не может подключить к своему дому газоснабжение. Депутат обещал помочь разрешить ситуацию. Благодаря общественной приемной удается ближе познакомиться с проблемами наших земляков. Сегодня вопросы в основном касались лекарственного обеспечения, связался с Минздравом, будем добиваться скорейшего решения заданных вопросов. По вопросу Апаса Казимовича, который обратился с проблемой подключения газа, будет направлен депутатский запрос. Я свяжусь с руководством «Газпрома» и буду добиваться скорейшего решения данного вопроса. Дагестанские таможенники вместе со специалистами Россельхознадзора предотвратили импорт более тысячи тонн сельхозпродукций. Карантинные объекты были найдены в фруктах и овощах, поставляемых в Россию из Азербайджана, Ирана и Турции. В числе запретной продукции оказалось 34 товарных партий. В них в ходе проверки специалистами была выявлена южноамериканская томатная моль. Принято решение о возврате грузов в страны-экспортеры. На богатом урожае не всегда богатым станешь. Именно с такой проблемой напрямую столкнулись в селе Ирганай Унцукульского района. Здесь в самом разгаре сезон уборки абрикосов. Однако изобилие плодов на деревьях радует только глаз местных фермеров. С реализацией товара дела обстоят неважно. В развитии темы сюжет Патимат Ханаповой. Абрикосы в этом году действительно выдались сочные и вкусные. И с урожаем дела тоже хороши. За сезон садов одного унцукульского района планируют собрать более 8 тысяч тонн вкусных плодов. Такие на переработку, а вот такие на продажу. Более 600 гектаров абрикосовых садов приходится на село Ирганай. Здесь это фермерское дело популярно с далеких времен и передается из поколения в поколение. Так и в семье Абасовых. Наши родители, предки выращивали абрикосы. Мы тоже продолжаем их выращивать. Это наш труд. Самый наш драгоценный товар – это у нас абрикосы. В 49 лет этот огород занимается абрикосами. Но, как говорится, хорошим можно назвать лишь тот урожай, что уже реализовано. С этим делятся мясные жители. Дела в этом году плохи. У нас в этом году хороший урожай, огромный урожай. Как в этом году, наверное, не было. Но реализации урожая у нас нет. Поэтому мы, кто приезжает, отдаем за копейки. Мы целый год работали, выращивали, обрезку делали, поливали. Но реализации у нас нет. Беда в том, что она поспела везде, однако одновременно поспела весь урожай. И цена упала слишком. Чтобы обычно мы нормальные годы тоже теряли 40% урожая. А сейчас вообще, наверное, 50% потеряли и сдавать некуда. В основном продукцию реализуют на перерабатывающие заводы. Однако такая практика не снимает все вопросы. Альтернативу специалисты видят в закупке оборудования для сушки фруктов, так как такой абрикос легче хранить и продавать. Но и этот проект требует немалых вложений. Очевидно, что в вопросе необходимы серьезные решения, в том числе и со стороны республиканских властей. На одном из участков крыши мечети Духовного центра в Махачкале установили зеленый купол. Он по всем компонентам соответствует оригиналу в мечети пророка Мухаммада «Мир ему» в Медине. Конструкция представляет 16 лепестков высотой 8 метров из железа, стекловолокна и зеленого профиля. С помощью специальной техники купол установили на передней части мечети, которая обозначается как блок А1. Это были все новости на сегодня. До следующих встреч в эфире и смотрите нас также в соцсетях.